Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашия программа «Спорт для всех» и я, Екатерина Абрамова. Лето стало для спортсменов временем усиленных тренировок, да и соревнования шли одни за другими. Уже в следующем году состоятся очередные Олимпийские игры и формирование российской сборной уже идет полным ходом. Главные старты для спортсменов, претендующих попасть в Олимпийскую сборную по легкой атлетике, это, конечно же, чемпионат мира. Однако и на него попасть непросто. Чемпионат России в Чебоксарах стал отборочным на международные соревнования в Пекин. Будут отобраны все сильнейшие ребята, девушки, соответственно, будет сформирована команда в конце соревнований и уже где-то день-через два объявлен основной состав. Многие спортсмены, показавшие высокие результаты по итогам сезона, были освобождены от выступлений. Правда, некоторые из них все же решили принять участие в российском чемпионате. Приехали в Чебоксары и призеры Олимпийских игр, которые также претендуют на выступления в столице Китая. Это невысокие, очень слабые результаты. Просто погода сегодня не потеряет. Вроде солнышко, а вот на первой прямой очень сильный ветер я прямо... Я начал быстро, а потом меня тупо ветер остановил, получается, и все. Я в одном темпе не лежал. У меня здесь личный рекорд в стадионе здесь поставил в 2012 году. Да, и было 30 градусов, и ветра вообще не было. А сейчас как бы и холодно относительно, и ветер ужасный. Несмотря на погодные условия, Максим Дылдин все-таки сумел обойти всех соперников в беге на 400 метров. Именно он пересек первым финишную черту. Среди женщин в этой же дисциплине лучшей стала Ксения Аксенова. Это мой первый сезон после рождения ребенка. Поэтому я в этом сезоне рада любому результату. Это был мой четвертый старт за летний сезон. И я довольна. Пусть это далеко от моих личных рекордов, но, как сказал мой тренер, после рождения ребенка все рекорды обнуляются. И начинается новый отсчет. Поэтому я сбегла по личному. Я довольна. На грядущем чемпионате мира я планирую только эстафету, так как чувствую, что в личном виде у меня не хватит сил бороться и конкурировать на должном уровне со спортсменками, которые сейчас на две головы выше меня. Поэтому чемпионат мира будет идеальным завершением этого сезона. Я буду очень счастлив. Если говорить о чувашских спортсменах, то вновь на высоте во всех смыслах прыгунде с шестом Анжелика Сидорова, которая в национальной сборной представляет Чувашию и Москву. Кроме нее, еще трем спортсменам Чувашии удалось взойти на пьедестал. По итогам соревнований была сформирована сборная, которая отправилась представлять страну на чемпионате мира в Пекине. В список счастливчиков вошел 71 легкоатлет. Чемпионат России – это главный старт в сезоне. И я думаю, что условия, которые были созданы для наших спортсменов, были оптимальными для данного этапа, для того, чтобы можно было в честной борьбе провести отбор в сборную команду страны. Не обошлось и без представителей Чувашии. Сразу четыре спортсмена, выступающих за республику, в составе сборной России. Это прыгунде с шестом Анжелика Сидорова, копиметательница Вера Ребрик, марафонка Алина Прокопьева и скороходец Александр Ергунькин. Причем Александр стал единственным представителем спортивной ходьбы в сборной. Из-за допинговых скандалов вокруг Саранского центра спортивной ходьбы, Президиум ВФЛА приняло решение не отправлять на международные соревнования воспитанников этой школы. Серьезный отбор ждал и муниципальную столичную команду «Чебоксарские ястребы». Предстоящий сезон они сыграют в обновленном составе. Кандидатами в команду стали 45 спортсменов. Тренерский состав изучил все анкеты, лучших пригласили на просмотровые сборы в «Росинки», а далее в «Белые камни». Из прошлогоднего состава в команде осталось всего шестеро. Это братья Богданы, Алексей Никифоров, Андрей Борисов, Руслан Хайреддинов и, конечно же, играющий тренер, капитан команды Дмитрий Долматов. По игрокам команда гораздо сильнее, чем была в прошлом году. Руководство ставит задачу, чтобы мы попали в плей-офф и бились за призовые места. Также в регулярном чемпионате Суперлиги Б в составе «Ястребов» сыграют экс-представители «Энгельского строителя» Александр Ширкунов и Павел Кольцов, Артем Пугачев из «Курского Динамо», Максим Чистополов, представлявший БК «Киров», Дмитрий Хайруддинов, перешедший из БК «Рускон Мордовия», и Антон Ланчаков из «Союза» города Заречный. То, что в прошлом игроки были соперниками по площадке, сплоченности команда не мешает. Меня в том году сюда приглашали уже играть. Так получилось, что в том году еще раз позвонили, позвали и с удовольствием отреагировал на их просьбу. Большинство из парней мы виделись в сезоне, играл против них, с некоторыми общаемся. По поводу команды, команда дружная, все друг друга поддерживают. Надеемся на победу. Полный список игроков обновленной команды чебоксарских «Ястребов» был озвучен в день города на Красной площади. Кроме этого формируется еще одна баскетбольная команда. Это фарм-команда, команда, которая будет в юношеской баскетбольной лиге играть. Это команда «Дюбл». Это как бы команда на будущее, перспективы. Где-то, я думаю, через 2-3 года эти игроки заявят о себе и войдут в состав чебоксарских «Ястребов». Хотя в этом году мы уже планируем, уже посмотрели этих ребят. Где-то 2-3 человека будут играть в основной команде и тренироваться с основной командой. Тренируют команду «Дюбл» Алексей Миронов. А старших «Ястребов» также продолжает готовить к сезону 15-16-х годов заслуженный тренер Чувашской республики Сергей Худаев. И основная задача, которую он ставит перед командой – выйти в 1-8 финала чемпионата России Суперлиги «Б» и показать все свои возможности. На прошедшем в Казани чемпионате мира по водным видам спорта участников от республики не было. Зато приверженцев добровольческого движения немало. Высокопрофессиональную организацию соревнований в России отметили зрители, участники, их тренеры и президент Международной Федерации водных видов спорта, который вовсе назвал 16-й чемпионат лучшим из всех, что были. Безусловно, неоценимый вклад в проведение крупных стартов на воде внесли волонтеры, без которых невозможно представить ни одним масштабные соревнования. Ребят, я горжусь, что вы у нас есть. Честно, без всяких непросто слова. Когда такая мощная и профессиональная команда за спиной, я даже не заморачиваюсь. Любое мероприятие уже можно смело, какое сложное, несложное. Я знаю, что вот это направление у нас закрыто, и если надо, вы подключитесь и на любой участок работы встанете и выполните это все достойно. Поэтому спасибо вам большое. Всего из Чувашии в Казани работали 25 волонтеров. Желающих было более 700 человек. Все они справились со своей задачей на отлично. Работали в две смены без выходных, каждый на своем месте. А свободное время проводили в компании добровольцев из других городов и даже стран. Когда было свободное время, мы играли с иностранцами в футбол. То есть не со спортсменами, а с волонтерами, с международными. Очень тоже близко общались с иностранными волонтерами. Часто собирались вместе, рассказывали про свои города, откуда мы родом. Приглашали друг друга в гости и показывали фотографии. Я сама была волонтером штаба. То есть я каждый день работала по 8 часов в штабе. Каждый день встречала ребят, провожала их на смены. Делали мы им чек-ин, чек-аут. Выдавали различную сувенированную продукцию, которая предполагалась для ребят. Самым, наверное, приятным оказалось то, что в последний день, в день расставания, все ребята, которые были у нас, работали на объекте, говорили спасибо нам, волонтерам штаба, за то, что мы им каждый день придавали эмоции на смену. Всегда их провожали, всегда говорили им спасибо, до свидания, пока и так далее. Работу волонтеров отметила и исполнительная дирекция чемпионата. Каждому из добровольцев вручили благодарственное письмо. Отметили работу и Минспорта Чувашии в организации чемпионата и подготовке волонтерского движения. Теперь в Чебоксарах готовятся к проведению командного чемпионата мира по спортивной ходьбе. Пройдет он 7 и 8 мая 2016 года. На соревнованиях будет разыграно 5 комплектов наград. На дистанции 10 километров у юниоров и юниорок, 20 километров у мужчин и женщин и 50 километров у мужчин. Гораздо меньшие дистанции преодолели спортсмены с нарушением опорно-двигательного аппарата. Чебоксары приняли летнюю всероссийскую спартакиаду инвалидов. В России она проходит всего во второй раз, но уже стремительно набирает обороты. В ней приняли участие те, кто только начал делать шаги в большой спорт, а это более полутора тысяч приверженцев физической культуры из 51 региона страны. Участие в таких соревнованиях может стать для них отличным началом спортивной карьеры. Для паралимпийского спорта эти соревнования очень важны. Мы как раз ищем талантливых спортсменов, которые могут прийти в сборную команду параолимпийского комитета, сборную команду параолимпийской России. Потому что на следующий год, как мы знаем, уже будут параолимпийские игры. Наша команда готовится, команда очень сильная. И мы надеемся, что мы также будем выступать очень успешно, как мы выступили в Лондоне. Значимость подобных соревнований трудно переоценить, считает заместитель министра спорта России Павел Колобков. Вот то, что мы сейчас проводим в спорткиаду, проводим такие комплексные соревнования, это тоже стимул, с одной стороны, для инвалидов заниматься спортом. С другой стороны, это стимул для регионов открывать детско-юношеские спортивные школы, привлекать инвалидов в сборные команды, направлять их на соревнования, проводить у себя подобные соревнования. В том числе, мы дополнительно выделяем субсидию для базовых регионов по адаптивному спорту. Для многих участников эти соревнования стали первыми крупными стартами. Конечно, хочется победить. Я хочу выиграть хотя бы один раз. Этого, по-моему, будет достаточно. Ну, мы в самом начале. Нам бы хоть бы кого-нибудь выиграть. Пока волнуемся. Просто участие нас уже не устраивает. Многих этих людей мы уже видели. В общем-то, ну, немножко общаемся, встречаемся, тренировки совместные. Ну, хотелось бы хоть чего-нибудь выиграть. Волнение, конечно, было. Мы старались совладать с ним. Ну, я думаю, что у меня получилось. Ну, волнение в каждой игре присутствует. Без него никуда. В рамках спартакиада инвалидов участники разыграли медали в шести видах дисциплин. В плавании, легкой атлетике, бочи, голболии, в настольном теннисе и дзюдо. Причем впервые среди участников спортсмены с интеллектуальными нарушениями. Чувашскую республику представили пять сборных команд с поражением слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. За три месяца лета в республике прошли не одни крупные соревнования. Спортивные объекты Чувашии посетили звезды мировой легкой атлетики. Представители паралимпийского и сурдлимпийского движений страны и ведущие СМИ Европы. В спортивную историю 2015 года вписана очередная страница. Но это еще не все. Впереди еще множество стартов. Ведь спорт он для всех. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин